Киберпреступность против кибербезопасности. Мошенники каждый раз изобретают новые варианты для атаки пользователей. Новосибирские школьники на уроке цифры переместились в 2050-й, чтобы посмотреть, какие угрозы могут ожидать нас в будущем и как обезопасить свои данные от мошенников. Продолжит тему Юлия Алиханова. Новые технологии – это целый мир, в котором есть свой язык программирования, собственный искусственный интеллект, а также нарушители закона – кибермошенники. Попасть на удочку преступников легко. Достаточно ответить на звонок с незнакомого номера, перейти по подозрительной ссылке или же поставить недостаточно безопасный пароль в соцсетях. На уроке цифры школьникам старших классов рассказывают, какие данные о себе не стоит выкладывать в интернет и каких правил лучше придерживаться. Через Wi-Fi открытый в торговом центре вас можно сломать за одну минуту. 80% утечек, взломов, взломов паролей и так далее происходит через открытый Wi-Fi. Личные фото, голосовые сообщения и информация о себе. Все данные, которые мы выкладываем в соцсети, могут использовать против нас. Только на территории нашего региона общий ущерб пользователей за неделю составляет больше 50 миллионов рублей. Уязвимее всего старшее поколение. И задача детей – предупредить близких и научить правильно пользоваться сетевыми сервисами. Вообще на самом деле интерес к самому уроку цифр изменился. Причем участниками этого урока являются не только дети, но и их родители. Наша сегодняшняя в том числе задача, чтобы те знания, которые ребята получают на этом уроке, они могли донести и дома, рассказать об этом и бабушкам, и дедушкам, и родителям. Потому что эта тема на самом деле очень актуальна. Урок цифры проходит во всех школах области в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика России». Из-за быстрого развития новых технологий повышается и спрос на специалистов. Открытый урок позволяет школьникам не только познакомиться с возможностями IT-сферы, но и с востребованными профессиями. Потребность в кадрах IT очень высокая сегодня. И, конечно, самая большая потребность – это по направлению информационной безопасности. Это аналитики, это уже такие, можно, наверное, их сравнить с правоохранительными органами. То есть это те, кто расследует компьютерные инциденты, те, кто готовят специальные обновления, специальные программы, которые препятствуют распространению разных вирусов. Подростки – самые частые пользователи интернета и практически каждый день сталкиваются с подозрительными сайтами. На уроке дети делятся примерами из жизни и задают вопросы спикерам. После диалога старшеклассники переносятся в 2050-й. Видеолекция рассказывает школьникам, как через технологию «Умного дома» мошенники могут нанести вред. Привет, я ваш новый сосед. Привет, очень приятно. И у меня для тебя подарок. Спасибо. Через одно устройство я доберусь до всех гаджетов «Умного дома», а заодно повеселюсь. По традиции, после видеоурока дети закрепляют на специальном тренажере полученные знания. Юлия Алиханова, Андрей Дулепов, Новости ОТС.